И уже не первый раз забирает сейчас Бруклин на старте этого матча. Бондарев, полихраниц загрузил, но там из-под двоих Дионис забил. Тача на Кемала, очень плохая. Пытается быстрое нападение сейчас поиграть Бруклин. После сразу получил позицию на точь с обратной стороны. И по рукам как раз-таки Егору зарядил. Воронин не стал акулов сразу бросать, пошел в проход. Вот, ну и в итоге ассистов никуда отправилось. Будем считать, что это такое вхождение в игру. Бондарев, здорово, да? Пока у нас 5 очков, соответственно меньше 10, как бы если общую такую брать. Акулов хорошо Кемала находит, но Магомедов забивает. Для Диониса Акулов через руку Бондарева не попадает, а щепкает за спины. Но сегодня прям супер, такое вот большое преимущество. Здорово как, здорово Бондарева. Мгновенно с обратной передачи я парень нашел, но промахивается. Свободный бросок Сергея. И здесь проход уже от Казицына. Бывает мяч на левую руку, но слишком далеко от кольца. Слишком большой контакт был. Не вылавливает Магомедов. Казицын опять вылетает. Будет разворачиваться, будет, Саша, разворачиваться. Но в итоге бросок не выходит. И уже 3 в 2 убегает Бруклин снова в быстрый отрыв. Классный вход до Колпакова от Бондарева. Бондарев чуть не забрал мяч на выносе сейчас. Чикаго немножко, мне кажется, суетится. Кемал хорошо разобрался. Вообще все будет очень плотно, как мне кажется. Кемал забрал сейчас это владение. Просто из рук вырвал. Воронин один в один. Женя через руку. Колпаков там его немножечко плечом подсадел. Ну и готовится у нас у Бруклина такая большая достаточно смена. Никак паус не возникает. Смахивает мяч, но достается он Казицыну. Горшков один в троих не полезет. Находит полихоронитель скидкой. Ну и Гордеев. Гордеев. Смотреть, есть ли или нет. Горшков последнюю атаку Влад не берет на себя. Нет, находит Гордеев. Гордеев только что забил треху. Еще одну. Еще одну. Танальная на перехвате. Ощепка чуть не успел. Саша Горшков. Глотно не глядя. Но там ваш вдвоем встретили полифродити. Но не хватит. И у него не летело. Но дальше там по игре разбросался. Так что в активе этого парня есть дальние броски. Горшков на вынужденном. О-о-о. Степбэк. И через руку. Я вам. Ну Бруклин заряжен. У них очень неплохо все получается. У них летят дальние. Кемал. Кемал. Мягенько. Очень мягенько. Но забил. Началось. Солнечный Питер. Это крутое место. Дождливый Питер. Это самое грустное место, которое я только встречал. Какая передача от Владоса. Вот этими быстрыми передачами. Они показали, что будут на это нацелены. И это работает сейчас в этом отрезке. Ощепка классно поднимает полихранитель. Забрать себе лидерство. Но Бруклин тоже готов. Паков. Сейчас мяч забрал. Хороший заброс на полихранитель. Не успевает. Чикаго возвращает. Поэтому и решился бросать. В этот раз не стал ждать. Нурмахамедов. Доходит Ощепка скидкой. Саша. Вот здесь вот лицом кольцо. В Бондареву пришлось против троих подождать. И сесть в свою команду. Серега в угол. Суженко будет бросать. Сразу получение. И прилетает очередная треха. Ну вот то, что получилось. Но здесь нужно характер проявлять. Ох, как вылетел Тудзинский. Свободный в итоге. Суженко бросок. И прилетает. Это треха. Не торопится с забросами. Хотя в первой половине это дало свое преимущество. Результат колпаков. Классно. Казицына выводят. И здесь. Ну Ермолов летел. Понятно. Закрывать. Казицын. Цемент в краске. Но посмотрим, как будет пользоваться Чикаго этим самым цементом. Бондарев. Горшков сразу получение. И еще одна треха. Горшков. Лоутер аккурат. Нет, не будет. Просто так или ап. От щита. Сам же свой промок забрал. Влад и забил. Полихоронить у двоих. Забирает Тудзинский. Тудзинский. Без прыжка. Сейчас закрыл этот бросок для Дианиса. Воронин. Классно на скорости. Хороший забег. Ну может быть Чикаго. И Акулов, и Воронин, и Кемал опять-таки могут попытаться забросами. О-о-о. О-о-о. Какой наброс от Горшков. По сумме двух встреч. Бондарев. Плохая передача. Акулов успевает этот мяч все-таки выцепить. С пола. И сам. Сам. О-о-о. Хороший. Акулов под 45 получает. Егор как раз мяч. И здесь Гордеев обокрал сейчас. Обокрал Акулова. И легкие два очка в защиту. И конечно разворот событий. Но тем интереснее. Такой баскетбол наблюдать. В Бондаре находит скидку для поликрониди. Казалось, Дианис немножко не готов. От Кемала просто ушел мяч в аут. Горшков. Опять тут на скорости. Классная передача от Горшкова на поликрониди. Можно пробовать. Можно и нужно мне кажется. Ну посмотрим, что будет предлагать сейчас. Чикаго. Акулов не попадает. Судинский на подборе. Классно. И есть. Есть. Судинский. Решили что-нибудь. Ну я думаю, что это скорее всего с Уудинской. Это связанная история. Конечно там практически вся команда студентов. Может там как-то воин. Судинский вроде как заслон. Но Петр просит оставить его один в один. Хороший дриблинг. Казица на шоу и дугу. Казица, ну можно было отдать. Но почему? Зачем? Под 45. И несмотря на Дружкова отправляет Казицу. Сейчас это попадание в кольцо соперника. В Ермолов. Классный вход. Очень классная взаимодействие. Минским Ермоловым. Друженко. Не дает, не дает мяч выводить. Кемал. Дружковым отбирают. Браво. Раскидали так. Раскидали. В итоге Дионис как раз таки на толчок тут и вышел. Свой. Воронин. Ну так Бондарева отодвинул. Скажем так, силки здесь к Ворону хватает. Свалу. Напомню, что в первом матче 14 очков. Студзинский младший. На брата играет из угла. Треха. Потерялся, если честно, в разнице. Служенко. Пошел проход сейчас. Горшков здорово скинул. Очень здорово скинул. Очень классно без мяча двигается. Кемал заставляет там чуть не потерять. Бруклин это владение. Бондарев. Сколько остается? 2 секунды. Нужно бросать. Горшков успевает. Это Балтер подходит. Минус 14, по-моему, после первого матча. Ну окей. Забивает Воронин. Забивает. Успевает. Горшков с под кольца. Очень быстрая передача. Забивает. У нас снова плюс 6.